Здравствуйте! 16 декабря канал Deutsche Welle Документальное сразу в трех языковых версиях украинская, русская, английская и возможно даже немецкая немецкая уже прощения не проверял выставил документальный фильм, который напрямую связан с Республикой Беларусь с Лукашенко и с особенностями белорусской политики фильм посвящен исчезновению известных политиков в конце 90-х и политическим убийствам в Беларуси этот фильм основан на интервью господина Юрия Горавского который якобы на тот момент работал или служил в СОБРе и принимал непосредственное участие в политических убийствах и похищениях он, среди прочих, говорит об убийстве Гончара, Захаренко, Красовского, Завадского является ли новость о политических убийствах сенсационной? нет в Беларуси это давно известно кроме того, это давно известно и в Европе потому что персональные санкции против Александра Лукашенко и ряда высших белорусских чиновников они водились как раз таки по причине подозрения в причастности к политическим убийствам к исчезновениям чиновников расследовать это дело пытались, скажем таки, общественно-следственная группа и эксперты которые привлекались странами Европейского Союза и так далее поэтому сама тема, она не нова надо отметить, что в откровениях господина Горавского и в документальном фильме Дочи Вэли есть несколько особенностей, которые легко проверить несколько подробностей и которые соответствуют правде это, например, отсутствие пальца на ноги у Гончара это еще несколько вещей, которые действительно легко верифицируются соответственно, они придают большую правдоподобность, больший вес всем остальным если можно так сказать, фактам возникает вопрос а насколько эти факты на вы? ну, во-первых, сразу скажу, что эти факты не на вы они поднимались в книге Олега Алкаева который возглавлял Владарку, это первая сезон Минской который, по его утверждениям, выдавал расстрельный пистолет лично главе СОБРа Павличенко это поднималось в фильмах Дикая охота Павла Шеремета как первая, так и вторая часть причем первая часть, очень интересно, она выходила перед президентскими выборами 2001 года в начале кампании вторая часть на очередном витке, скажем так, интеграции Беларуси и России и споров, кстати, за газотранспортную систему это фильм Крестный Батька, передачи НТВ который этим фильмом Кремль таковал Лукашенко перед самыми выборами 2010 года это фильм Банда 2015 года, который тоже вышел скажем так, во время досрочных президентских выборов в Беларуси то есть перед каждыми значимыми Беларуси политическими событиями либо перед каждыми почти каждыми президентскими выборами в стране что-то подобное происходит возникает другой вопрос, хорошо поговорим о самих фактах еще раз повторяю, что сами факты политические исчезновения были с огромной долей вероятности что это не просто исчезновение а это именно политическое убийство с огромной долей вероятности этим занимались расстрельные команды Александра Лукашенко и еще раз скажу, что кроме всего прочего именно эти факты легли в основу тех же самых европейских санкций которые по состоянию на сегодня приостановлены но теперь вспомним, когда выходили предыдущие фильмы и давайте зададимся вопросом если что-то происходит оно кому-то необходимо есть заинтересованные стороны что у нас происходит на первый взгляд самое поверхностное это встреча Лукашенко и Путина ну и кстати возможно это одна из причин но есть еще несколько если можно так сказать слоев истины либо слоев для анализа первый и про это напрямую говорится в фильме это то, что отношения Александра Лукашенко с частью политических элит в Европе несколько улучшились то есть был визит в Австрию были визиты министра иностранных дел Швеции и Финляндии в Республику Беларусь улучшаются контакты с Польшей навязываются контакты с Венгрией, Чехией и так далее и тому подобное есть ли там слово Германия там слова Германия нет соответственно ну это такой посыл к ценностям что как вы можете пожимать руку не рукопожимаем при том что напомню что при вопросе при остановке санкций в отношении Беларуси Германия голосовала за потому что такие вопросы принимаются только консенсусом и невозможно принять такие вопросы если представитель Германии хотя бы воздержался идем дальше вопрос номер 2 либо тема номер 2 кроме скажем так белорусско-российских отношений есть еще один посыл и он тоже напрямую связан с Германией это северный поток Украины Соединенных Штатов Америки то есть в этом треугольнике идет достаточно активная борьба напомню что Соединенные Штаты Америки обвиняют германские элиты в том что те ручкаются те сотрудничают с Путином который является диктатором который нарушает норму международного права который должен быть нерукопожимаемым вроде бы вот такой себе реал политик за деньги но как бы там ни было потому что там у всех рыцарь пушку но при этом белорусские эксперты говорят о серьезном улучшении отношения Беларуси с Соединенных Штатов Америки и даже проходила информация о возможном еще раз повторю возможном впервые если это будет это будет впервые в истории подписание договора о сотрудничестве в оборонной сфере то есть Министерство обороны с Пентагона подпишут определенный договор естественно что-то не будет там с Союзом либо что-то еще но как бы там ни было это серьезная подвижка и на фоне этого кейс скажем так ручкаца с Лукашенко кейс ручкаца с Путиным они конечно немножко разного веса но как бы там ни было это тоже может быть использовано в политической полиции теперь идем говорим о следующих посылах следующие посылы которые есть в данном видео это внутрибелорусские тема исчезновения политиков тема политических убийств она чрезвычайно чувствительна для белорусской оппозиции для белорусского общества это то что может серьезно повернуть скажем колесики в системе принятия решений вспоминаем что произошло за последние две недели были акции протеста против интеграции Беларуси и России которые в принципе прошли в том числе при молчаливом согласии власти было собрание руководителей ключевых белорусских оппозиционных движений на которых они обсуждали в том числе вопрос что делать с Лукашенко и как относиться и среди одних из тельсов было заявлено о том что действия оппозиции действия Лукашенко идут не одним но параллельными курсами то есть в вопросах независимости и та и другая страна они выступают на одной стороне баррикад пусть и разный баррикад в то же самое время даже человек который отсидел достаточно много при Лукашенко 6 лет это Павел Севериницкий которого даже белорусская агитационная машина относит к непримиримым заявляет что сегодня интересы Лукашенко совпали с объективными интересами Беларуси это кстати тот же самый тезис что я много раз повторял в своих видео в своих текстах и на этом фоне возникновение темы политических убийств которые выходят в публичный дискурс оно ставит лидеров белорусской позиции на достаточно неприятную растяжку потому что если ты коммуницируешь эту тему если ты говоришь об этой теме соответственно ты должен давать оценку озвученным фактами если даешь оценку ты в том числе обвиняешь Лукашенко если ты обвиняешь Лукашенко ты идешь на виток конфронтации власти идет на виток репрессий соответственно Евросоюзу в случае если ситуация зашла далеко ничего не остается как вновь пойти путем санкций в таком формате для России это будет намного легче в случае если оппозиция молчит но прошу прощения полностью молчать она не может в одной простой причине что тема чувствительна если оппозиция молчит она оказывается в весьма проигрышной ситуации потому что она фактически сдает свои ценности согласитесь неприятная растяжка второй кейс второй кейс очень интересный второй кейс направлен на белорусских силовиков обращая внимание на детали биографии на которых которые особо подчеркнули журналисты дойщи вылез господин Горавский то есть это человек который якобы отслужил потом попал в непонятную автокатастрофу то есть стал инвалидом развелся с супругой якобы ради того чтобы спасти свою семью и уехал немецкоговорящий регион в Альпах и там мол получил политическое убежище какой это посыл это посыл для белорусских силовиков что ребята а с вами будут разбираться с вами будут разбираться жестко то есть это уменьшение лояльности уменьшение легитимности в том числе власти в глазах силового блока весьма грамотный и хорошо хорошо сделанный посыл ну а теперь несколько вещей которые содержатся в самом фильме и по самому главному герою ну во первых точнее в начале по Дойче Вэль я специально вчера посмотрел на Дойче Вэль документальное как раз таки в трех указанных блоках русский, украинский и английский фильмы расследования но прошу прощения это мягко говоря не та не то направление не тот жанр в котором работала Дойче Вэль и тут вдруг они сработали причем с постановочными кадрами с режиссурой и так далее это значит что решение по этому фильму принималось как минимум несколько недель назад его быстро сделали пункт номер второй что когда фигурант фильма когда господин Горовский пишет перечень тех кто причастен к убийствам он указывает фамилию своего собственного шефа Павлюченко он указывает с ошибкой я прошу прощения если он несколько лет служил в особо скажем так закрытом в небольшом коллективе руководителем который являлся Павлюченко на имя этого руководителя он писал рапорты об отпуске о премии о всем что угодно потому что это войсковая часть если не участвовали в том числе в назовем так политических убийствах заказанных убийствах похищениях то тем более они связаны друг с другом они прекрасны друг друга знают поэтому написание фамилии своего бывшего шефа извините это механическая память рук и в такой вещи ошибки делают крайне редко но ошибка есть забавно пункт номер 2 который меня лично вызвал определенные вопросы человек выехал до 2010 года подал документы на статус беженца в европейской стране я прошу прощения но я сам в аналогичной ситуации только в Украине рассмотрение дела по статусу беженца в странах Евросоюза оно очень очень редко превышает срок одного года сейчас на дворе 2019 человек все еще в стадии рассмотрения забавно правда пункт номер 3 лечение самого фигуранта я прошу прощения но восстановление костей либо постановление после травм после того как проведено как они зажили и так далее то есть не сразу после операции ой не сразу после после происшествия это достаточно дорогостоящие лечения которые не входят в большинство страховых полисов это лечение платное возникает вопрос немецкоговорящий Альпы это скажем так регион независимо от Швейцария Австрия Германия Италия это регион с достаточно высоким уровнем жизни с достаточно дорогими ценами на медицину ну значит хорошая работа у данного бывшего спецназовца что он может себе позволить такие дорогостоящие курсы лечения если говорить о спецназовце который находится в стадии получения статуса беженства в подвешенном состоянии то тем более хороший уровень дохода но это снова таки повторю это не отрицает того что в Беларуси были политические исчезновения и с вероятностью более 90% политические убийства вопрос не в данном случае не в самих фактах вопрос во времени когда они озвучены и в акцентах которые были расставлены но не зря один из моих хороших товарищей Евген Магда один из лучших украинских специалистов по информационным войнам информационной операции его первая реакция на данный фильм была следующая насколько я понимаю в Беларуси появился свой майор Медниченко напомню майор Медниченко достаточно интересный персонаж который являлся ключевым свидетелем в деле Гангадзе убийства журналист украинской правды Георгия Гангадзе и это убийство стало причиной акции Украины без Кучма напомню что на тот момент Кучма проводил достаточно эффективный дрейф в сторону Европы но после акции после силового подавления этих акций частичного после уголовных дел на фоне как раз таки обвинений в заказе на убийство журналиста отношения Украины и Европейского Союза существенно охладели и после этого Российская Федерация протолкнула с Украиной большой договор о дружбе который стал основой для нахождения Черноморского флота Российской Федерации который стал основой неопределенности в Азовском море и который в конце концов привел к тому что случилось в Крыму к аноксии Крыма и к войне на Донбассе поэтому вопрос не только в фактах которые получаются вопрос еще раз повторю в том как эти факты озвучиваются кем они озвучиваются когда и с какими акцентами если же говорить о личности ну дай бог здоровья этому человеку я имею ввиду Гаравскому дай бог чтобы у него все хорошо получилось ну и дай бог чтобы рано или поздно он дал свои свидетельства под протокол следственным органам и вот тогда можно будет определить что есть правда что есть нет на этом у меня все видео понравилось лайкайте комментируйте расшаривайте и естественно спорьте естественно подписывайтесь на канал ну и тем более подписывайтесь на мой канал на патреоне потому что там подписка платная и каждая копейка которая падает под подписку она стимулирует меня выпускать новые ролики это раз и второго уменьшает количество рекламы в уже выпущенных роликах на этом у меня все всего вам наилучшего Продолжение следует...